Гуманитарный батальон Новороссия Гуманитарный батальон Новороссий В условиях блокады и гуманитарной катастрофы в ДНР Такая необходимая сейчас помощь, собранная школьниками Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Челябинска, показывает, кто действительно для нас братья и сестры, кто переживает всей душой за наших детей. Сегодня, хоть и на улице пасмурно, но у нас сегодня прекрасный день. Мы получили сегодня замечательные подарки, которые старалась собрать почти что вся Россия. Это наши учителя, это наши такие же сверстники, как наши школьники. Огромное им спасибо за заботу, за то, что они знают, что это так необходимо. Вот этот весь набор, все эти вещи, они ежедневно нуждаются, именно не могут сегодня родители позволить все это купить. И поэтому вот это все долгожданное, а ведь мы любим и писать, мы любим рисовать, мы любим с пластилином работать. И поверьте, для нас это напоминание счастливой, доброй жизни. Ученики школы благодарят своих сверстников из России. Спасибо нашим российским друзьям, братьям, что помогает нам, такую гуманитарку. И Донецкому народному ополчению большое спасибо, что заботятся о нас и никогда не забывают. Мы очень рады, конечно, счастливы, потому что не у всех хватает денег, чтобы купить те же наши принадлежности, книжки, тетрадки, карандаши. И эта помощь будет очень полезна. Спасибо за эту гуманитарную помощь, за эти кондиционеры. Спасибо, что нам есть на чем писать, рисовать, чем есть. Спасибо за все. Школа постоянно участвует в республиканских конкурсах и соревнованиях, получая призы и занимая первые места. Ее ученики неоднократно становились победителями на городских олимпиадах и состязаниях. Педагогический коллектив 80-й школы благодарит всех, кто принял участие в этой акции. Прежде всего Андрея Валерьевича, как депутата Народного совета ДНР и в его лице всех тех московских школьников, не только московских, российских, которые собрали нам гуманитарку. Сейчас вот по этому тяжелому времени, военному времени, для детей это самое важное. Столкнулись мы с такой ситуацией, что не хватает ни тетрадок, не хватает альбомов, просто листов даже, на которых можно писать рефераты. И поэтому вот это было неожиданно и очень к месту. 80-я школа – одна из старейших в городе. Ей уже 78 лет. Но учителя, которые работают в ней, все так же продолжают учить детей чистому, светлому и вечному, прививая своим воспитанникам истинные ценности жизни. Субтитры создавал DimaTorzok